Раз уж такое дело пошло, мы покажем второй фудкорт. Мы были вчера в одном, сейчас в другой. Этот на втором этаже окажется. И мы просто прозрели, насколько он больше, чем был тот. Фудкорт находится в основном вот так вот вокруг. Мы сейчас покажем, пройдемся мельком, как сможем, потому что в этом торговом центре, скажу еще раз, невозможно все снять. Ну просто устаешь, и раздражает меня немного, что я не могу конкретно, спокойно там каждая по полочкам как-то показать, снять, рассказать. Чаще всего, конечно, здесь национальная кухня разных стран. Везде есть мексиканская, индийская популярная, и вот азиатские какие-то кухни есть такие. Так как здесь Пакистан, и Бангладеш, и Индия, очень много кухонь этих направлений. Ну вот такой фудкорт, смотрите, прикольно. Ну, американской кухни также много, должен сказать. Прям часто встречаю KFC, бургеры, картошки, вот такие вещи всякие жареные. Ну, то есть, я думаю, вы поняли, о чем речь идет. Техас китченот. Ой, Техас чекен, оговорился. Ну, короче говоря, фастфуды вот по типу мака. Смотрите, просто, что популярное явно, да? Или дешевое, или популярное, одну из двух. Бургер Кинг, короче говоря, такие классические вещи. Вот Паттай, да, что-то тайское. Блин, ну на тайское нас больше всего тянет. Видите, мы всегда здесь тоже останавливаемся. Когда ты даже не особо голодный, все равно тянет что-то сожрать, конечно. Ну, столько все аппетитное, разнообразное, новое есть вещи такие. Вот там аквариумы, оттуда пришли. Сейчас мы наверху. Сейчас еще пройдусь, немного покажу, что не показал. Уже кусочек, раз уж начал. Не могу, знаете, до конца дела не довести. Мексиканская кухня регулярно во всех троих центрах встречаем. Тоже популярная вещь, тако и так далее. Мы тако и не пробуем. Мы заушеный раунд у наших друзей из Питера спросим, как им тако. Я думаю, этого будет достаточно. Привет, кстати. Они вот только из Мексики должны вернуться были уже. Да, очень серую, холодную. Погоду питерскую, да, погоду. Нью-Йорк прайс какой-то. То есть очень много американской кухни. Так, там мороженое, там KFC. Вот вещь мы здесь кушали вчера. Это японский ресторан. Мы вчера супик, очень вкусный суп, нам понравился. Панда Чайнс, да. Любим китайскую кухню, как не дорвемся нормально. Вот там мороженое, здесь мороженое, баскин робец. И вот еще там какая-то кухня. Очень прикольный, просторный фудкорт. Лучше, чем тот, который был внизу изначально вчера на первом этаже. Там очень тесно. Что-то мы сейчас сядем попьем, отдохнем и будем ждать буш-калипу. У меня есть предложение сифуд комбо взять. Ну, Оле вставит предложение насчет еды и такие, что-то отдельные, знаете, советуют. 32 дирхамма. Сифуд комбо, давай, погнали. Да, не знаю, о чем речь, но буду есть. Сейчас будем кушать что-то из этого. А, Райсел Нудлс. Нудлс. Это нам уже накладывает, я так понял. В горячей воде, наверное, стоит, видите, как колы. Ход любит пожрать. Да, да, новенькая. Какое новенькое оно. Просто любит пожрать. Блин, смотри, какие порции они. Ну, это ж комбо. Нет, нет. Что не спрашивают, Оля еще не поняла. Говорит, есть, 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 есть. А, я понял. Оля никогда от еды не отказывается, и вам советую никогда не отказываться. Под молитву самое время рассказать, что мы заказали вкратце. Кому интересно, мне кажется, самое прикольное и для нас обзор, и для вас, это по идее. У меня вот такой комбо с напитком. Напиток называется Mountain Dew, первый раз буду вообще такое пробовать. Нам это обошлось, 32 диркама. Кстати, я спросил, что это, я вообще не хотел брать сладкий напиток, но так как я его никогда не пробовал, конечно же, я его взял попробовать. Я ее спросил, на что похоже, она, типа, не могла объяснить или не меня, не понял. Спрайт, да, по факту? Да. Просто похоже на спрайт, хотя 7-Up был, спрайта вроде бы не было, коричневый, ринда, пепси, бла-бла-бла, все остальное. Спрайт, короче говоря, Mountain Dew называется. А, показать хотел еще денежку вам, как выглядят местные дирхамы. Так, вот так вот это выглядит все. Двадцатка такая. Это уже сколько? 100. 100 это уже сколько долларов? Умножить на 3 примерно, да? Ну, нет, делить на 3 вот это. Ну, короче, вот такие денежки. Что скажешь? Как всегда? Азия, Азия радует? Как в Таиланде. Я не могу избавиться от ощущения, что я нахожусь в какой-то Азии, просто такой арабоподобной, знаете. Вот просто настаиваю на этом мнении, и мне не выбить, наверное, из меня это мнение. Вот я как будто в какой-то Бали, Таиланд, смесь, только арабское такое все. Вот, в принципе, и все. Пока нам нравится, пока в Дубае очень положительные впечатления. Есть районы, в которых мы живем, называется Ашмышмышмыштыш. Арбарша. Арбарша, вот именно я так именно и хотел сказать. Там вообще очень привычный для нас городок, много кафе, ресторанов, магазинов, недорогих маркетов, большой торговый центр недалеко. Я настаиваю рекомендую проживать как раз вот недалеко от торгового центра Mall of the Emirates. Остренькая? Пробую новую палочку какую-то. Ну, это какой-то жареный блин. Что внутри? А, овощи. Стринг-ролл жареные. Это, как знаете, у бабушки вареники с капустой. Да? Точно вкусно. Ты же любишь такие. Оля любитель с капустой, вареников, пирожков. А вот брюнетка. В кляре, блин, ужасное обжаренное, конечно, да? Ну ладно, все, не будем затягивать резину. Отдыхаем и будем на Буш-Палифу двигать. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, настал тот час. Бурж-Халифа, мы идем к тебе. Мы идем. Погнали. Итак, ближе к вашему времени, за минут 15-20 подходите вот к такой локации. Это находится на первом этаже, возле фудкорта. Вот такого, которого мы были вчера. Кто не смотрел видео, можно посмотреть по ссылочке в описании. Все просто. Вы подходите к молодому человеку, он смотрит на ваши билеты. Если в рекламном виде, вот просто посмотрел и пропустил. Здесь, если ты понимаешь, три линии, по которым людей пропускают. Главное, не опаздывайте. Самый важный момент, запомните, что не нужно опаздывать. Если вы опоздали, вас просто не пустят, и вы пойдете лесом гулять. Так, здесь, я так понимаю, будет вторая линия контроля. А потом уже на лифт будем проходить. На первой точке, где вы проверяете билеты, там бывают небольшие очередя, но, я так понимаю, как-то партиями люди проходят, ко времени накапливаются к определенному, к заданному времени, и людей пачками пропускают. Поэтому вот так. Очередь, которая длиннее всего, это вот те, кто хотел по месту сейчас здесь купить. Заранее покупайте в интернете билеты и приходите сюда же готовыми во всеоружие. Мы все ближе и ближе к лифту. На второй линии контроля выдали нам два билетика. Все. Пока вот так. Волнительно, конечно. Тут небольшая очередь, видите, перед первым контролем, поэтому не приходите прям минуту в минуту, вы можете просто потерять свои деньги. Приходите заранее, как мы. За 20 минут. Как мы, за два часа. Расстилайте палатку и ждите своего. Вас никто ждать не будет. Еще раз повторяю, нас пугали этим гиды, я передаю вам эту информацию. Третья линия контроля. Мне дойдет. Ага, аэропорт пошел, я понял. Все очень просто, быстро, как в аэропорту. Прошли, пропикали вас и желающие могут сфоткаться вот на фоне вам добавят этот бурж-калиф, выдают вам такие дополнительные билетики, по которым вы свои идентифицируя фотографии в конце можете и получить за отдельную плату по-любому. Какие-то красивые, уникальные, наверное, фотографии. Но мы вживую это сами сделаем, поэтому мы просто прошли мимо и все. Пока дойдешь, да, еще? Короче, как в аэропорту, пока доедешь, уже и спать надо будет на жизнь. Устанешь, да? Не, ну молодцы, что все организовано, все прохладно, комфортно. Ты же понял, что нам аж туда еще валить надо? Да, вот наш буш-калифа. А, прикольно, вот показывается каждая стадия. 2005 год, вот так это было. 2006 год, это уже вот так было. Круто, level 50, до 50 этажа построили. Здесь уже до 100 этажа построили. Но очень круто, знаете, вы идете не просто так, а вы можете немножко с историей ознакомиться, как это все происходило. Оставьте паузу, изучайте. Стартанули в 2004 году. А сейчас 2021, кто не в курсе. Ага, это очередь на лифте, вот видите. Вот кто-то поехал, видите, а счет пошел какой-нибудь. Сейчас я нахожусь, почему ничего не вижу. А куда они ездили? Сейчас. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 мы такие думали о с трех часов можно до 6 тусить никто тебя не выгонит а уже вот мы провели здесь минут 15 ну и все да и что дальше делать ну блин ну посмотрел вид не меняется попробуем еще никогда не были на таком большом огромном этаже 124 этажа представляете ну да первый раз жизни туда 4 а верхние это был 125 привыкаешь к этому ну вот прикольно красиво быстро идет жизнь поэтому путешествуйте и время останавливается такие моменты путешествовать это стоит того да это не твоя фраза не крадею пушкина да конечно пушкин и так он говорит касатики и путешествует вот и нету 100 баксов за 15 минут 50 долларов человека ну как сказать надо билеты меня дольше я дольше выбираю одежду чем мы тут пришли за 15 минут теряк его так нету денег это того стоит это того стоит в любом случае ни капельки не жалеем не жалею вообще прикольно красиво и это самое высокое здание в мире вы нигде не побываете ни на чем схожем потому что оно самое высокое в мире все пока на данный момент нужно куда переплюнет когда-то но это будет когда-то что-то Субтитры сделал DimaTorzok